МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 20 июля. В студии работает Андрей Тен. Это коротко о главных событиях. Ушел из жизни Денис Тен. Жизнь лучшего в истории Казахстана фигуриста трагически оборвалась 19 июля в результате нападения. Карагандинцы провели траурную акцию. Неравнодушные карагандинцы подарили художнику Карибеку Куюкову ключи от квартиры. Их вручил глава региона Ерлан Кушанов в ходе мероприятия, организованного в честь 50-летия активиста антиядерного движения. Первые участники новой программы жилищного кредитования 7-20-25 получили ключи от новой квартиры. Семья Осенцевых оценила новое, теперь уже собственное жилье. О безвременной кончине выдающегося казахстанского фигуриста Дениса Тена скорбит вся страна. Соболезнования родным и близким приходят со всего мира. Не остались в стороне и карагандинцы. На площади возле Дворца спорта имени Нуркена Абдирова прошла траурная акция. Вчера весь Казахстан всколыхнула новость о кончине известного фигуриста Дениса Тен. 25-летний спортсмен получил ножевое ранение средь бела дня в центре Алматы, застигнув расплох воров у своей машины. За жизнь фигуриста боролись врачи, однако их попытки не увенчались успехом. Страшная новость моментально разлетелась в соцсетях. Вечером того же дня в родном городе почтили его память. К Дворцу республики сотни алматинцев несли цветы и свечи. Отдать дань памяти спортсмену решили и карагандинцы. Перед Дворцом спорта имени Нуркена Абдирова состоялась траурная акция. К горожанам обратился руководитель управления физической культуры и спорта Дмитрий Карпов. Выражаем соболезнованным близким, родным Дениса Тена. Светлая память о нем всегда сохранится в сердцах всех казахстанцев. Для нас Денис Тен остается легендой. В этот день многие не могли сдержать слез. В числе этих людей и заслуженный тренер Республики Казахстан Нургазы Жарлгапов. Денис Тен навсегда останется в памяти казахстанцев, как первый фигурист-одиночник Казахстана, которому удалось подняться на пьедестал и всех почетных турниров Международного союза конькобежцев. Мало кто знает, что бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года имел множество увлечений, помимо фигурного катания. Он играл на фортепиано, пел в хоре, занимался фотографией, увлекался плаванием, карате и тейквондо. Однако больше всего фанатов молодой человек обрел благодаря захватывающим номерам на льду. Новость о его кончине многих повергла в шок. Карагандинцы признали, что до сих пор не могут поверить в случившееся. Я даже не могу подобрать слова. Это, естественно, кто это сделал, я не знаю. Это не только гнев, это и проклятие. Пусть они всю жизнь боятся и пусть всю жизнь живут с тем, что они великого спортсмена у нас забрали. В нас, у казахстанцев. Я до последнего верила, что все будет отлично. А потом новость о том, что он скончался, это просто был очень большой удар для всех. И увидела в инстаграме пост, что он умер. Сначала я подумала, что это шутка, но подумала, разве люди будут на таким шутить? Начала гуглить. И там уже были статьи, что он попал в больницу, что он умер. И мне вот так жалко стало, хотя я не так долго знакома с творчеством. Вот я решила прийти хотя бы, цветочки принести ему. Мы его вообще видели на ледяном шоу. Я с детьми там ездила специально. Мы такую радость испытали. И для нас это, конечно, второй день. Мы не можем прийти в себя. В настоящее время один из двух подозреваемых в убийстве спортсмена задержан. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Второго подозреваемого все еще разыскивают. Напомним, что генеральный прокурор Республики Казахстан взял это дело на личный контроль. Панихида по трагически погибшему спортсмену пройдет 21 числа на Барус-арене в столице. Там выступят и карагандинские конькобежцы. Коллектив телекомпании «Первый Карагандинский» выражает соболезнования родным и близким Дениса Тен. И к другим новостям. В Карагандинской области в результате дорожно-транспортного происшествия два сотрудника полиции получили различные травмы и госпитализированы в больницу Караганды. Авария произошла 18 июля вечером на автодороге Караганда-Бутакара. По предварительным данным водитель грузового автомобиля Шан Симан, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со спецмашиной Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии два сотрудника полиции с травмами госпитализированы в центральную больницу Караганды. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. Напомним, что это уже второй случай ДТП за неделю, в котором пострадали полицейские. 13 июля вечером на трассе Козеларда-Павладар в результате столкновения также пострадали два инспектора полиции. Водитель Ауди, обгоняя справа по обочине грузовую автомашину, совершил наезд на стоящую спецавтомашину марки Нива. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Неравнодушные карагандинцы подарили художнику Карибеку Куюкову ключи от квартиры. Их вручил глава региона Ерлан Кушанов в ходе мероприятия, организованного в честь 50-летия активиста антиядерного движения. Поздравляя известного художника с 50-летия, Макимобласи Ерлан Кушанов накинул на его плечи шапан. Позже юбиляр признается, что это первый подобный подарок в его жизни. Следует отметить, что в этот день многое в жизни Карибека Куюкова случилось впервые. К примеру, активисту Международного антиядерного движения наконец подарили ключи от квартиры. Вручая их, глава региона подчеркнул, что это дар от лица неравнодушных карагандинцев. От имени неравнодушных карагандинцев ключи от квартиры. Оооо! От меня от карагандинцев. Также Акимобласи поблагодарил художника за его силу воли и постоянную борьбу за светлое будущее последующих поколений. Будущее без ядерного оружия. Мы специально сегодня всех вас пригласили, чтобы чествовать юбиляра и сказать спасибо за силу духа, за то, что вы делаете. Я уже говорил, не для человека, а для человечества, я мог бы сказать. И за ваш неутомимый характер и то, что вы делаете ради светлого будущего на земле. В ходе встречи приглашенные гости неустанно говорили о том, каким сильным человеком является Карибек Куюков. Сам художник признался, что всю жизнь старался доказать всем, и прежде всего своим родителям, что ничем не отличается от других людей. На его долю выпало множество трудностей. Физические ограничения – это лишь часть всего, с чем художнику пришлось смириться. Восемь лет назад скончались его родители. Свою семью Карибек Куюков так и не завел. Активист антиядерного движения отмечает, его дети – это картины. И пока у художника есть возможность, он будет творить. Я надеюсь, что там, на небесах, мои родители радуются. Это тоже то, что я смог сделать в своей жизни. Я думаю, что я, наверное, еще сделал половину того, что я сделал. Я буду стараться делать еще больше. И могу пообещать, что вы еще услышите обо мне. Я надеюсь, пока у меня есть возможность говорить, пока у меня есть возможность видеть, пока у меня есть возможность ходить, рисовать, я буду продолжать это делать. 50-летний юбилей художника принес ему много радостных событий. Осенью этого года Карибек Куюков отправится в Австрию за международные премии за безъядерное будущее. Вполне вероятно, что к этому времени художник сможет заселиться в новую квартиру. Известно, что она находится в районе новой мечети. Стоит отметить, что до этого Карибек Куюков проживал в Доме ветеранов. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Жители микрорайона Кунгей получат доступ к простым благам цивилизации, таким как вода и электричество. Это стало известно в ходе встречи Акима области с одним из местных жителей. Сегодня карагандинцы получили возможность обратиться к главе региона с проблемными вопросами и высказать свои предложения. В микрорайоне Кунгей, жители которого живут без благ цивилизации долгие годы, наконец наведут порядок. Это пообещал Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. О давней проблеме заговорили на приёме главы региона. О текущей ситуации рассказал один из местных жителей Даррен Макаш. Там нет воды, света, дорог, канализации. С 2014 года мы начали писать письма в Акимат, но результатов нет. Дают лишь сухие обещания. Акимобласти заявил, что встретится с местными жителями и лично ознакомится с условиями их проживания. Он также отметил, что работы по строительству инженерных сетей начнут в текущем году и постараются закончить в 2019-м. На это планируется выделить около 180 миллионов тенге. За бездействие в данном вопросе Аким Карагандин, Рулан Аубакиров, выслушал замечания главы региона. Почему не занимаемся этими вопросами? Сколько лет уже не могли решить 180 миллионов найти, что ли? Или ждали меня? Будем решать. Ну что, эти 180 миллионов не найдём, что ли? И тем более под боком, под городом, и мы же по этому свести делаем. И стыдно. Социализация трудных подростков – ещё один вопрос, который затронули на приёме Акима области. К нему обратился предприниматель Нурлан Калтаев. В прошлом году уроженец посёлка Куянде построил на своей малой родине детский дом семейного типа. Стоит подчеркнуть, что карагандинец уделяет много внимания воспитанию молодого поколения. Его силами в городе открыли профессиональный спортивный клуб, где дети занимаются единоборствами. Сегодня один из его воспитанников тренируется в Соединённых Штатах Америки. К главе региона бизнесмен обратился с похвальной идеей. Он хочет помочь 170 трудным подросткам, которые стоят на учёте. В Караганде на учёте стоят 170 трудных подростков. Я хотел бы взять их к себе, заняться их воспитанием. Хочу помочь им встать на правильный путь. Это можно осуществить в рамках программы «Рухани Жангару». Хотелось бы заручиться вашей поддержкой в данном вопросе. Глава региона пообещал оказать бизнесмену всю необходимую поддержку. Он поручил руководителям Управления предпринимательства и Управления образования посодействовать в реализации этой идеи. Стоит отметить, что Нурлан Калтаев планирует открыть ещё один детский дом. Пользуясь случаем, предприниматель пригласил Акима области на празднование 170-летия посёлка Куянде. Акима области отметил, что это историческое место, где прежде проходила знаменитая Куяндинская ярмарка. А потому он заявил, что непременно посетит мероприятия, приуроченные к торжественной дате. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Первые участники новой программы жилищного кредитования 7-20-25 получили ключи от новой квартиры. Семья Осенцевых оценила новое, а теперь уже собственное жильё. Вместе с новосёлами квартиру посмотрели и наши корреспонденты. Вот мы получаем ключи. Поздравляем. Хорошо, чтобы побольше детей было в участии в наших программах. Церемониальные формальности соблюдены. Ленточка перерезана, ключи вручены. Впереди самый приятный осмотр новой, теперь уже своей квартиры. И пусть здесь пока ещё голые бетонные стены, радость переполняет молодую карагандинскую семью. В ближайшие недели мы уже планируем начать делать ремонт здесь. И в течение, может, двух месяцев мы переедем. Владимир и Юлия Осенцевы стали первыми карагандинцами, кто воспользовался новой жилищной программой 7-20-25. Глава семьи отмечает, что оформление документов заняло всего несколько дней. Мы уже давно мечтали о своём жилье, потому что мы с супругой уже в браке 5 лет. У нас ребёнок, и как бы снимать квартиру за 100 тысяч становится трудоёмко. Ну, то есть мы лучше будем отдавать эти деньги за своё жильё, которое останется при нас, чем всю жизнь платить в чужой карман. Квартира расположена в новом доме по улице Татимбета, что на юго-востоке Караганды. Дом сдан в январе этого года. Строители утверждают, что дом построен с использованием передовых технологий. Кроме того, продумана инфраструктура. За домом мы специально вывели там, где движение машины, автостоянки, чтобы здесь люди могли спокойно передвигаться, дети могли бегать, а вся автомобильная часть, у кого есть машины и стоянка, это сзади дома находится. Ну, мы исходили из того, чтобы было удобно и комфортно людям. Потому что если во дворе ставятся машины, ну, это тоже неудобно для людей. Вот. В конце дома мы поставили отдельно детскую площадку. Туда только пешим можно пройти пешим способом. Это чтобы дети игралися, родители не переживали. Напомним, в феврале нынешнего года глава государства озвучил пять социальных инициатив, первая из которых направлена на обеспечение доступности жилья. Программа «7-20-25» дает казахстанским семьям реальный шанс на приобретение собственных квартир. В этом убедилась семья Владимира Осенцева. Программа «7-20-25» действительно работает. Она очень сильно помогла нам и поможет многим казахстанцам приобрести свое личное жилье. Андрей Танаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сотрудники полка дорожно-патрульной полиции спасли девушку в одном из водоемов Караганды. Несчастный случай произошел возле шахты номер 20 вблизи автодороги Караганда-Тимиртау. 14 июля младший лейтенант полиции Азат Балгабаев нес службу на автодороге Караганда-Тимиртау в составе автопатруля. Проезжая мимо одного из водоемов возле 20-й шахты, он услышал призывы о помощи. Вот как сам Азат рассказывает об этом. 14 июля мы несли службу на автодороге Караганда-Тимиртау. Внезапно услышали крики девушки. Подбежали ближе и увидели, что она тонет. Без раздумий я бросился в воду, подплыл к ней и вытащил из воды. Ей сразу же была оказана первая помощь. Сегодня мать спасенной девушки пришла в полицию, чтобы выразить благодарность. Я, как говорится, очень благодарна Азату, который спас мою дочь. И вообще, как бы, я считаю, что у нас в Казахстане все настолько четко отработано, что каждый из патруля, даже вот взять, как говорится, дорожный патруль, они ответственны за наш народ и, как бы, несут ответственность. И я очень благодарна, вот в случае ситуации не пожалел себя, прыгнул в водоем, спас мою дочь. Начальство полка дорожно-патрульной полиции заявляет, что младший лейтенант Болгобаев является ярким примером настоящего служения. Он действительно проявил свое мужество, спас данную гражданку все необходимые, то, что человеческие качества, обязанности перед сотрудником, которые... На сегодняшний день это свобода, жизнь, здоровье наших граждан, это самая основная прелегия нашего государства. Поэтому непосредственно защита прав и свобод граждан, защита жизни граждан является основной частью нашей работы. И вот в данный момент, в данной ситуации наш сотрудник проявил мужество и свою преданность к своей службе. Сегодня спасенная девушка чувствует себя хорошо, а младший лейтенант полиции Азат Болгобаев продолжает нести службу. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»